МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города в студии Екатерина Котова. Здравствуйте! И далее некоторые темы выпуска. У депутатов городской думы закончились летние каникулы. Сегодня они приняли решение по важным для жизнедеятельности города вопросам. На следующей неделе в Муравленко начнется вакцинация детей против гриппа. И в Тюмени прошло открытие спортивного зала нефтегазового университета. Благотворительную помощь в ремонте и приобретении оборудования оказало предприятие «Газпромнефть Муравленко». Ввод в эксплуатацию приборов учета коммунальных услуг не должен стоить людям ни копейки. Такое решение принято правительством России. Новые правила четко оговаривают весь алгоритм действия при вводе в эксплуатацию приборов учета. В частности, в постановлении прописано, каким именно образом должна выглядеть заявка от потребителя, какие данные и документы он обязан предоставить. К тому же в постановлении указано, что опломбировка приборов учета – услуга бесплатная, и это важно, поскольку управляющие компании без наличия. На то основании нередко берут деньги за этот вид работ. А вот что касается должников за коммунальные услуги, Минрегион предлагает запретить им продавать квартиры. Ведомство разработало законопроект, согласно которому обязательным при регистрации сделок с недвижимостью будет предоставление документа, подтверждающего отсутствие долгов за коммунальные услуги. Вместе с тем, Минрегион готов не только ужесточить условия для неплательщиков, но и ввести систему стимулирования законопослушных граждан. В частности, дифференцировать тарифы на коммунальные услуги, предложив тем потребителям, которые будут осуществлять оплату вперед, производить расчеты по более низким ценам. Речь идет о том, чтобы в сфере коммунальных услуг установить принцип «кнута и пряника», а с одной стороны сделать строже подходы к тем, кто задерживает коммунальные платежи, с другой предусмотреть некие бонусы для тех, кто готов платить вперед, пояснила первый заместитель председателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы России Елена Николаева. Сегодня состоялось очередное заседание Городской Думы. Первое после летних каникул депутатов. Ключевыми вопросами стали создание МДФ и корректировка городского бюджета. В повестке дня 32-го заседания Думы значилось 18 вопросов. Они касались различных сфер жизнедеятельности города. Но наиболее важным из них можно назвать вопрос о создании в городе муниципального дорожного фонда. Необходимость в этом назрела давно. Некоторые подрядные организации, которые на протяжении нескольких лет занимаются ремонтом и содержанием уличной дорожной сети, делают это не всегда качественно. Теперь же с 1 января 2014 года в Муравленко создадут фонд и определят муниципальную организацию, которая будет отвечать за дороги. Мы сделали предварительную оценку объема Дорожного фонда на 2014 год в соответствии с предлагаемым проектом решения. Акцизы будут составлять 8 миллионов, как я уже сказал. Возпошлина 3 миллиона 200 и возмещение бреда, которое у нас, собирая служба весового контроля, 9 миллионов 200. Это по оценке исполнения уже 2013 года. Итого оцениваем Дорожный фонд в сумме 21 миллион 582 тысячи рублей. Но денег Дорожного фонда на все расходы, которые тратятся из бюджета на ремонт и содержание дорог, все равно недостаточно. Не хватает более чем 10 миллионов рублей. Планируется, что их компенсируют трансферты из окружного бюджета. Правда, какие это будут суммы, пока не ясно. Но создать муниципальный Дорожный фонд депутаты решили единогласно. Внесли народные избранники важные корректировки в городской бюджет. Доходная часть казны увеличилась на 100 миллионов рублей. Основные статьи, куда направят дополнительные средства – жилищно-коммунальный комплекс, спорт, культура и образование. Если говорить в целом, то будет дополнительно выделено 85 миллионов рублей это управление жилищно-коммунального хозяйства, преимущественно за счет целевых трансфертов из окружного бюджета. Это на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство и улучшение жилищных условий граждан. Также выделяются средства управления физической культурой, управления культурой, молодежной политики. Расходы преимущественно связаны с реорганизацией УКСИМПа и его разделением на два управления. Также выделяются средства управления образованием на повышение оплата труда воспитателям дошкольных образовательных учреждений. Сегодня в округе сложилась довольно непростая финансовая ситуация. Окружной бюджет подвергнут жесткому секвестированию. До минимума сокращены расходы практически всех департаментов правительства и муниципалитетов. Но указы президента, в частности о повышении зарплаты педагогам, нужно выполнять. Поэтому, чтобы не допустить большого дефицита бюджета, Руслан Юсупов заявил, что администрация собирается оформлять кредит на сумму 29 миллионов рублей в одном из банков. Но средства эти расходовать сразу не намерены. Они будут своего рода подушкой безопасности, если ситуация ухудшится. Депутаты поддержали предложение управления финансов. Эрнст Бавшин, Тимофей Сапильник. Новости нашего города. В ближайший понедельник медики ожидают поступления в город первой партии вакцины против гриппа. Ее направят в образовательное учреждение города и сразу же начнется вакцинация детей. Всего поступит 1056 доз препарата Гриппол+. Большинство родителей уже дали свое согласие, чтобы детям поставили прививки. Делать их будут после обязательного осмотра педиатров. Специалисты Управления социальной защиты населения принимают творческие работы горожан для участия в благотворительном марафоне, который пройдет в Салихарде в ноябре этого года. Акцию проводит Фонд поддержки детей Ямала «Ямине». Принять участие в акции может каждый желающий. О том, кто и как помогает семьям с особыми детьми в материале Татьяны Сорокиной. Зарине Курмановой 8 лет. Медики поставили ей диагноз ДЦП. Зарина одна из многих ребят с ограниченными возможностями здоровья, которые остро нуждаются в поддержке. Этой весной девочка побывала в Краснодарском крае. Там она прошла курс дельфинотерапии. Поездка в клинику состоялась благодаря поддержке фонда «Ямине» и средствам, собранным во время благотворительной акции, которую провели в Центре развития ребенка «Дельфин», где занимается Зарина. Был такой случай, она ее держала вот так. Здесь вот дельфин голову ее поддерживал, своей головой. И второй он как-то так подплыл. Он сделал так, чтобы ее ноги держались на его голове. И вот получается, как два дельфина ее держали. Прикосновение дельфинов оказывает особое воздействие на человека. Оно дает лечебный эффект. Девочка с удовольствием общалась с животными, рассказывает мама Зарины. Этот курс терапии необходимо продолжать. Конечно же, когда к нам становится семья на учет, мы стараемся оказать помощь любого характера. То есть, начиная с психологической и заканчивая, конечно, чисто человеческой. Поэтому у нас очень хороший контакт с нашими родителями. И очень радостно и приятно видеть деток, когда они идут особенно на поправку, а тем более, когда снимаются с учета. В Муравленко на учете специалистов Управления социальной защиты населения состоят 111 детей. Работники соцзащиты при содействии Фонда поддержки ямальских детей помогают семьям с особыми детьми выезжать на лечение не только в регионы России, но и за рубеж. К примеру, один мальчик регулярно ездит в Китай. Терапия для детей с ограниченными возможностями стоит дорого, и многим она не по карману. Поэтому Юмине компенсирует и лечение, и стоимость проезда, и проживание в других городах. На сегодняшний день обратилось пять семей. Одно, к сожалению, было отказано по медицинским показаниям. А остальные четыре семьи, они ездят регулярно. То есть, если их устраивает, они ездят в одно и то же место, допустим, как Китай. Но нет предела совершенства. Поэтому у нас родители находят все новые и новые варианты. И сейчас у нас готовится два пакета документов новых деток, которые нашли себе реабилитационные услуги. Одни на территории России, другие в Чехословакии. В ноябре в столице округа пройдет благотворительный марафон, на котором можно будет приобрести творческие работы, выполненные детьми с ограниченными возможностями здоровья. Все собранные средства пойдут в фонд поддержки детей Емине. Принять участие в акции может каждый. Стать меценатом просто. Татьяна Сорокина, Тимофей Сопильник. Новости нашего города. В Муравленко продолжают принимать материальную помощь для пострадавших во время наводнения в Хабаровском крае. Представители городской общественной организации «Женщины Муравленко» уже отправили 8 больших посылок с теплыми вещами, предметами первой необходимости и канцелярскими принадлежностями в Хабаровский край. Но сбор еще продолжается. Волонтеры просят приносить вещи хорошего качества. За информацией можно обращаться по телефону 48 99 6. Акция продолжается и очень отрадно то, что звонят сейчас мне и предлагают свою помощь, свои услуги жители нашего города. Я думаю, что если каждый из нас откликнется, мы поможем тем людям, которые переживают эту страшную беду. Ведь на носу у нас, как мы говорим, близко зима. И то, что ждет этих людей, конечно, просто страшно себе представить. Ведь мы знаем, что даже в тех условиях проходят уроки, учителя учат, люди ночуют на крыше. В Тюменском государственном нефтегазовом университете прошло торжественное открытие тренажерного зала. Деньги на ремонт и новое оборудование выделило предприятие «Газпромнефть Муравленко», которое на протяжении нескольких лет оказывает вузу благотворительную помощь. У каждого из дочерних обществ компании «Газпромнефть» есть свои поставщики кадров, высшие учебные заведения, которые готовят специалистов. Студенты проходят на предприятиях практику, а получив диплом, приходят туда работать. «Газпромнефть Муравленко» плотно сотрудничает с двумя такими вузами и считает это стратегическим направлением в своей работе. Наше городообразующее предприятие поддерживает Ухимский нефтяной технический и Тюменский государственные нефтегазовые университеты. Филиал «Газпромнефть Муравленко» очень ценит. Преподавательский состав данного вуза гордится выпускниками этого вуза и очень рад всегда принимать их на работу. Благотворительная программа по поддержке вузов «Газпромнефть Муравленко» начала работать с 2010 года. В 2011 финансовую помощь оказали Ухимскому университету. В прошлом году выделили деньги Тюменскому вузу для ремонта и оснащения тренажерного зала, в котором занимаются студенты. Они сделали ремонт, закупили необходимые тренажеры, гири, матрасы, все, что нужно для занятий спортом. Потому что в Тюменском государственном университете студенты обычно занимают первые места на различных соревнованиях, которые проходят в городе Тюмени на уровне общероссийском. Они занимаются спортом, этому уделяют большое внимание. Таким образом мы им помогли. Торжественная церемония открытия тренажерного зала прошла в дни Международного форума «Нефтгаз-2013», который проходил в Тюмени. Традиционную красную ленточку перерезали Оксана Кузнецова и ректор университета Владимир Новоселов. Торжественное открытие зала завершилось выступлением сборной вуза по гиревому спорту. Эрнст Бавшин, Вадим Братчик, новости нашего города. И в завершении выпуска коротко о том, что интересного на этой неделе для своих читателей подготовили корреспонденты газеты «Слово нефтяника». В компании «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаз» подвели итоги конкурса интеллектуальной собственности. Вот уже более десяти лет пытливые умы нефтяников из Муравленка и Ноябрьска готовят свои научно обоснованные проекты, как повысить дебет скважины, как сократить производственные затраты или как улучшить экологическую обстановку. Каждый из таких проектов предлагает уникальное и нестандартное решение важных для нефтяной промышленности вопросов. О победителях конкурса и об их работах читайте на четвертой полосе газеты. Не первый год футбольная дружина «Нефтяники Ямала» принимает участие в ежегодном международном турнире болельщиков «Зенита» имени Павла Садырина. Вот и на этот раз муравленковская дружина ездила покорять Санкт-Петербург. Поездка получилась как никогда удачной. Ямальцы уверенно прошли отборочный этап, уложив на обе лопатки сборную Финляндии и другие команды. Затем обыграли сборную Европы, команду Москвы и пробились в финал. Чем завершилась решающая встреча, а также рассказ обо всех интересных моментах турнира на второй полосе газеты. Известный поэт, певец и актер Денис Майданов в этом месяце выступал с концертами на дне города. Корреспонденты СН пообщались с исполнителем и узнали много подробностей из его жизни и об его творчестве. Как Майданов начинал свою сольную карьеру и о том, как он играл на чемпионате мира по футболу среди артистов, вы узнаете, открыв восьмую полосу газеты «Слово нефтяника». «Слово нефтяника». Видим все. Говорим главное. Таковы новости четверга. О том, какая нас ждет погода завтра, узнаем через несколько секунд. А у меня на этом все. Я с вами прощаюсь. До свидания. Когда есть надежный ориентир, путь становится. Проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 27 сентября в Салехарде плюс один, ветер восточный, до пяти метров в секунду. В «Ноябрьске» один градус тепла, восточный ветер, до пяти метров в секунду. В «Муравленко» 27 сентября около ноля, ветер восточный, до пяти метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова